То жилье без зеркала, то человек без личного или семейного бюджета. Как же его вести? Первое, что нужно сделать, это спрогнозировать доходы на месяц. Второе, это спрогнозировать расходы на месяц по категориям, например, жилье, здоровье, транспорт, коммуналка, связь и так далее. В том, необходимо все эти прогнозы подбить, чтобы видеть общий прогноз расходов. Дальше, что самое главное, нужно после каждой покупки или оплаты услуги вести учет. Не важно, как это будет делаться, то ли через приложение, то ли на листике бумаги. Самое главное, чтобы это делать. В идеале, было бы, конечно, хорошо еще контролировать каждую сеть расходов. Например, если вы увидели, что достигаете лимита, либо уже не тратить в этой сеть расходов, либо даже другой, ну, для начала важно приучиться к тому, что потратил средства, записал. В конце месяца нужно увидеть, какие реальные доходы и сравнить их с прогнозом. Также нужно по каждой категории сравнить расходы. Если занятие в какой-то категории был превышен месячный лимит, нужно определить причину, почему это так. Потом подбить общую сумму реальных расходов. И если реальные расходы превышают прогнозирование, особенно если это идет из месяца в месяц, здесь тоже нужно найти причину. Также немаловажно, как мы уже говорили ранее, за доходы ввести баланс активов, чтобы видеть, как они увеличиваются на том же уровне или уменьшаются. Но об этом уже речь пойдет в следующем ролике. Ну, а сейчас бонус. Если вы планируете покупать продукт в течение длительного времени, его используя, например, купили ботинки или на два года, то можно эту сумму разделить на 24 месяца и, к примеру, откладывать на депозит, капитализацию. Тогда, когда придет в следующий период покупать ботинки, вам не нужно было думать, где же я скажу средства, потому что они у вас будут достаточно стоить.